Здравствуйте, Максим! Спасибо, во-первых, что в своем плотном предновогоднем графике нашли время для того, чтобы рассказать нашим телезрителям о том, какая сказка ждет наших рязанцев в этом году. Я придумал сам сюжет, сочинил названия, сочинил героев, вернее, взял уже известных героев, просто скомпоновал их в новую историю. Ну и вы уже у меня секретик приоткрыли, что это ваша первая, скажем так, сказка, которую полностью сюжет придумали вы. Сюжет – да, но у меня в этом отношении опыт есть, потому что чаще всего я беру сказку какую-то, если это известная сказка, там, Шарля Перо или Андерсона, даже если русская народная сказка, я ее беру просто как фабулу, как некую такую историю на две страницы. И потом из этого раскручиваем мы целый спектакль с текстом, который мы тут же придумываем с актерами, с какими-то новыми линиями сюжетными в этой истории. Поэтому в этом отношении уже опыт есть, что-то придумывать на ходу вместе с актерами, дополнять. Поэтому нельзя сказать, я не говорю ни в коем случае, что я прям как драматург написал сказку. Нет, я придумал историю, придумал персонажей, придумал их конфликты, чего они хотят, что с ними происходит. А уже дальше с актерами мы сочинаем, как обычно, вот эту вот внутреннюю наполность. То есть я соавтор. Можно сказать, не автор, а соавтор. С 18 декабря мы начинаем новогоднюю кампанию каждый день и в выходные, и в будни. До Нового года у нас две сказки, а после Нового года в праздничные дни у нас по три спектакля в день. Так что успевайте купить билеты. Будет интересно, я думаю. Я надеюсь на это. Обязательно мы тоже придем. Спасибо, Максим, что уделили нам время. До свидания. Спасибо. Подвиг рязанцев в 1237 году историки считают важнейшей вехой на пути духовного становления русского народа и формирования национальной идеи. История Великих Побед без этого подвига, возможно, не была бы столь полной. Трагическая история Старой Рязани благодаря ученым, археологам, этнографам, историкам из полулегендарной становится реальной. А находки на городище позволяют утверждать, что Рязань была городом высокой культуры, была населена замечательными мастерами. Здесь процветала торговля, была богатая духовная жизнь. Проект начнется масштабной научной конференцией. Уже второй год подряд конференция посвящается Старой Рязани. И это еще один шаг вперед, который откроет целый цикл мероприятий. Три выставочных проекта. Выставка, посвященная Российской империи. Выставка, посвященная Старой Рязани. Мирной промысловой быту и ремеслам горожан. Рядом будут показывать фильмы о Старой Рязани и снятые по повести о разорении Рязани Батыем. В самой Старой Рязани откроется выставка художника Вадима Овсянникова. Каждый жил своей жизнью. Кремль своей жизнью. Академик Овсянников, который писал картины про Старой Рязани, жил своей жизнью. Археология жила своей жизнью. И вот в этот прекрасный момент мы поняли, что нужно объединить наши усилия. Возник проект развития Старой Рязани. Мы подали награнт в президентский фонд культурных инициатив. Приезжал Роман Карманов, президент этого фонда на Старой Рязани. Скажем так, впечатлился нашими начинаниями, познакомился с командой. Рязань была столицей окраинного княжества. Самая восточная из земель эпохи княжения. Но уровень культуры и клады свидетельствуют о том, что это был один из крупнейших центров формирования национальной культуры в последующее столетие. Мы хотим, в первую очередь, показать город не только вот эту трагедию 1237 года, но и город в эпоху его расцвета. И вот наши и иммерсивные экскурсии, и выставки, они в первую очередь показывают именно то разнообразие культурной, экономической жизни русского средневекового города. Наша задача – это в первую очередь представить Старую Рязань не просто как мертвый город, как поле такое. Мы хотим, чтобы люди, приезжая туда, видели что-то большее. Мероприятия, выставки и экскурсии, которые нацелены на то, чтобы сохранить и приумножить память о древнем прекрасном городе. Проект только начинает свою жизнь, и все причастные к нему – не случайные люди, а те, кто всю жизнь посвятил истории этого места. Когда мы говорим о Старой Рязани, мне все время кажется, что памятник недооценен. О нем знают историки, о нем знают археологи. И, наверное, вот это трагическое событие затмевает жизнь обыденную, города обыденную, но не менее интересную. И с этим, с обыденной жизнью, связана будет и выставка. Можно ее и с трагическими событиями связать. Что защищали рязанцы? Свою жизнь, какой она была. Вот это, надеемся, и покажет выставка. Уже 6-7 декабря состоится научная конференция, которая даст старт всему проекту, призванному вернуть Рязани статус значимого в истории Отечества города. В прошлом году русские узоры отмечали свое 35-летие. Солидный срок для ансамбля, особенно детского. И желающих стать частью этого коллектива с годами не убавляется. Поэтому ежегодно проходят посвящения в юные артисты. Я сегодня на сцене выступала первый раз. У меня пришла мама, бабушка, моя крестная, мои два дедушки, мои две бабушки. Я думаю, что Даша и так же будет, как и эта Даша, ходить и по 8, и по 10 лет. И, наверное, тоже будут певицы, как и Даша. Как и все наши дети, которых 100 человек в ансамбле. Ансамбль становится для большинства поступивших в его ряды настоящей семьей, жизнью. Это те дети, в которых воспитывают особое чувство. Чувство любви к национальной, народной культуре. Ведь песня – это целый пласт той самой культуры. Язык, мелодика, душа народа. Мне очень понравилось. Я хочу сохранить историю и культуру нашего родного края. Мне очень нравятся наши поездки, когда мы ездим. Это новые эмоции, впечатления. Я люблю выступать со своими друзьями. Ах, мамочка, дастанушка, Создалась я висеть. А зачем я в городе, в новогодку? Ах, мамочка, зачем? Не мудрено, что из года в год ансамбль побеждает в международных конкурсах, а в условиях нынешней обстановки в мире и вовсе может считаться оплотом правильного воспитания и любви к родине. Буквально недавно мы стали участниками первого международного форума «Россия». Нам было настолько приятно представлять нашу Рязанскую область. И параллельно мы участвовали в всемирном конкурсе «Роза ветров», где стали лауреатами первой премии на номинации «Народное пение». И мы очень гордимся тем, что мы доказали еще раз свой профессионализм и свой высокий уровень. «Россия»! 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 «Россия»!